Банда, всем привет! Сегодня выходной, я весь день сегодня сплю. Я вот прям только-только проснулся. Я высыпаюсь, отсыпаюсь и вызвал такси. Вызвал такси. А это значит, я еду куда? Значит, я куда-то еду, правильно? Да еду я к Лёхе. Поеду я купаться, мыться, бриться и порядок себя приводить. А вот, соответственно, такси, мое. А что, блядь, я не пойму, нахуй, блядь, моя в чем вина, блядь? Даже я его бы пропустил, блядь, прикинь, я его не могу пропустить, блядь. Вот полкорпуса и все. И пробка, блядь, везде. Ну и что, штраф оплатил? Нету, в базе данных нету. Я сегодня, сын мне говорит, пап, переведи мне, говорит, у меня копейку мне надо. Десятку, я говорю, у меня нет десятки, у меня только девятка, короче, блядь. Он говорит, ну девять не переведи пока. Ну ладно, короче, я пошел опять. А в штрафе-то что написали, за что нарушение? В штрафе? Да. Ну, за что штраф выписан? Въезд на разделенку. А как я все равно на нее заеду? Вот это, полоса для транспорта общего пользования. Ну, тебе надо было, короче, направо уходить, и ты перестроился? Да, я перестроился, а как я, я как с того ряда направо поеду? А сзади менты ехали? А сзади менты, я стою в пробке, они сигналят. Да, 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 блядь. Типа пропусти, да, Севиску? Грузовой проехал я, раз, полкорпуса, и все. И он выходит мне, давай вправо, давай. Ну, я вправо, блядь, он, стой, блядь, мне машет. Ну, я остановился, блядь. И все стоят, так же все стоят в пробке. Почему не пропускаешься? Я говорю, куда тебя пропущу, блядь? Документы, путевку, все, короче. Надо было послать около, подальше. Ну, а он, говорит, садись в машину. А этот мне еще говорит, второй мент, говорит. Давай, нагридят, как, хуйня, я тебе лохмат выпишу, 750 рублей для тебя, не деньги, на хуйню. Я говорю, ну, за что? За просто так. Ну, и он молчит, блядь. Короче, теперь я все знаю. Всю жизнь таксистов. Все знаем. Пока жду, Леху, я наблюдаю, как в мусорке добро ищут. Интересно, много там чего интересного, хорошего. А Леха, ребята, это с кем я ездил. Кто со мной, вернее, ездил. Все спрашивали, что за бородатый, что за бородатый. Бородатый, это друг мой Леха. Короче, ребята, если я заболею, будет виноват, кто у нас? Леха. Я, короче, пока Леху ставил, ждал, подзамерз чуть. Халк. Красивый, это бородатый. Я свет забыл в салоне выключить, вы представляете? И украны бабай. Хорош, хоть ненадолго уезжал. Все, я вернулся. Искупался. Побрился. Помылся. Здрасте. Холодно, однако. Дождик. Надо машину завести. Батарейки погонять надо. Живой. Да что меня не было-то здесь? Сколько я там? Часик, два, три, четыре, пять. Часиков пять мне не было. Пять часов горел свет. Ничего страшного. У тебя центр Москвы. Здравствуй, Москва. Мне постоянно почему-то в этот центр тянет. Вот прям на грузовой по центру ездить. Знаете, прям самое то. Прям кайф ловлю. Ужасно причем. Не особо мне, конечно, втыкает. А что делать? А еще, самое что интересно, сейчас поеду я по Садовому. И там куда-то во дворы, возле дома правительства. У меня где-то выгрузка. О, одни желтые, 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 желтые. Самое интересное сейчас, ребята, начинается. Съезд. Поверните направо. А затем поверните направо. Да, да, да. Он кричит съезд. Поверните направо. Все дела. А тут так узко, чтобы мне даже в полосу машина не помещается. Нормально, да, движуха? Так, я могу поворачивать направо. Нихуя. А как мне тут повернуть-то, блядь? Мне надо выехать на две полосы. Как минимум. Ага. Простите, пожалуйста. Спасибо большое, пожалуйста. Я сказал спасибо, не кричи, там он пищит. Спасибо автобуснику, хоть выпустил. В таких ситуациях по Москве это очень жутко ездить. Особенно на такой большой машине, ребят. Не особо меня это втыкает. Где движняк вот такой плотный. Мне кажется, после Москвы вообще ничего не страшно. Вот если ты на фуре по центру покатался, мне кажется, ты вообще больше бояться, нигде не будешь ездить, потому что здесь прям проходишь какой-то курс от бояца. Что-то наподобие этого. Ладно, это все семечки. Сейчас мы вот здесь проедем. Там домик он какой-то красивый. Вот мы тут едем, 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 едем. И куда мы тут дальше едем? Ага. Вот здесь мы будем поворачивать направо. Вот. Дом правительства. Прекрасно. Мимо. Дом правительства. Это, конечно, меня не особо радует. И потом за домом правительства где-то будем разгружаться. Ну как вам? Поверните направо. Ага. Через 200 метров поверните направо во двор, а затем поверните направо. Ну, это меня вообще как бы не радует особо. Неужели я здесь где-то буду разгружаться? Включаем аварийку. Красное здание. Я сказал, проезжаешь, и ты приехал. Красное здание я проезжаю. Поверните направо во двор, а затем поверните направо. Ага, вот шла глава. Поверните, блядь, как сюда зарулить-то? Дядь, автобусник, прости. Да, вот попробуйте сюда как-то завернуть и хвостом бы никого не задеть. Нужно подождать, чтобы это двое как-то уехало. Какой? Куда? Не знаю. Не заеду, блядь. Машина не помещается сюда, и охуенно как сюда заезжать. И что надо сделать? Включим машину. Заглушить? Да, да. Звонит императору, куда шлагман не открывается. Ну, здесь прицеп должен, да? Заяхать. А вот здесь прям ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Микроны. Самое страшное. Если я сейчас туда заеду, И там я не развернусь, и мне задом выезжать. Все под контролем, мы смотрим, говорит. А там не-не-не, говорит, он зацепит сейчас. Что, все? Только где-то осторожно, хорошо. Да я понимаю, что я. А он переживал, что я зацеплю, да? Все, нормально. Не сэти, к вам Толян приехал. Толян, хуйнину пороть не должен. Если вы в себе уверены, значит проедете. Все, я проехал. Вот такая вот, ребята. Останови пока. Тут, говорит, останови. Такой я первый раз вижу, блядь. Толян, хуйнинг, 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 хуйни мне кажется он его перевернет этот поддон он сильно как-то криво хорошо клеенка держит попробуйте отсюда выехать еще когда настолько народ упертый что они едут до последнего и никого не пускают ну все пробка а теперь ребята самое страшное это для меня это называется попробуй как-нибудь проедь здорово ну вот так вот ну пусть назад от ей он думает что на фуре легче чем ему на легковой назад сдать и хуй подвинется упертый блять короче что какой-то он год фильм снимает поэтому машин так много ой талян талян бать занесло тебя так пол дела сделал я нашел где развернуться а теперь бы выехать отсюда ну принципе так страшно как казалось бы как горится глаза боятся руки делают а теперь мне нужно выехать где масс стоит посередине потому что здесь таксисты побросали свои тачки прижали бросили и уехали выезжать димас нужно нормально проходит да ладно какая красота никого страна обрадовался московский зоопарк мне тут нравится смотрите какая брусчаточка честно я вообще понятия не имею можно ездить на грозовой нет навигатор ведет мы едем главное пропуск есть и все я думаю что такая пробка то было дальше автобусная полоса а тут не все ребята запускают вон она чем михалыч малой тебе отдельный респект автобусная полоса и вот она камера за светофором щелкает ребят из-за этого и пробка идет две полосы светофора держит и плюс камера автобусная полоса хочешь езжай там по моему трендель в центре если не ошибаюсь по моим трешечка до штраф полторашечка поблагодарим малыша впереди камеры на полосу для одну дорогу это не особо хорошая тачка развалится вот зачем этот нужен был кусок автобусной полосы все дальше мне тоже направо надо автобусная полоса закончилась сколько проехал 50 метров зачем она нужна была эта автобусная полоса пробку собирать в москве но только если для этого поехали дальше покажу вам москву сегодня ребята экскурсия будет по москве проезжаем мы с вами очень красивое высокое здание я сегодня большие груз экскурсовод на сейчас еще в какое-то интересное место с вами мы едем просто без слов помогите не дуди честно я вообще ничего не понимаю движение как в китае кто куда едет я уже сам потерялся куда я еду такая хуйня братан идти не на ауди ездить все приехал только не на разгрузку догадайтесь что могло случиться каршеринг и я и запчасти его проскочить решил между мной и бордюром здесь бордюр видите да узенька пробочки думал сейчас он проскочил вызвали но он говорит не надо яща брат звонить буду я щас вызываем гаишников они не брат часу брат звоню один человек хороший позвоню сейчас 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 я думаю я понял их нею схему я позвонил короче вызвал сотрудников стоим ждем а и хочешь себе проблем создать попай попади в дтп наху и езди в москве ищи отдел приехали сотрудники сказали дали адрес езжайте туда туда там разбирайтесь как бы на месте ничего не делают ништяк да вообще просто великолепно пойдем гаи короче записался скам связи с коронавирусом в отделение пускает по одной аварии одна авария зашла и будет сейчас разбирать оформлять минут 40 час номер оставил стол ожидайте машине вам позвонят чтение часа вызовут чтобы на улице не мерзнуть дождик идет придется назад идти в грузовую а придумали какой то просто бардак багет короче скопченой курицы на ебали чуть на заправке есть охота кофе взял и хлеб с майонезом курицы нету хотя бы хлеб поедем с майонезом дубль 2 и снова седая ночь да хули кукуха едет куда деваться позвонили короче ребят надо идти часик где-то я хум бля вкусняшка лежит короче часик полтора наверно поебланил ГАИ где-то вот за тем большим зданием а или возле него короче сначала сейчас сюда потом туда вот куда-то идти хорошо хоть место под мостом нашел запустите нас на аварию да в каршеринг маску надо одевать на аварию водительская где повреждение на машину кто им дает короче а ты гражданин россии гражданин россии нет а как аккаунт могут давать на каршеринг а право русские право русские нет а как ты ездишь на каршеринге с такими правами же аккаунт не дают на каршеринг нет у тебя аккаунт не свой давай строй повреждение какие у тебя крыло бампер что у тебя повреждено там где там где так скажи что что надо это теперь понял а теперь понял где это давай что какие повреждения лев 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 ближе бампер только знаешь что я тебе сказал покажи фотографии есть оооо наконец-то ребята совершилось ну короче сотрудник дпс посмотрел все фотографии как бы он ему пытался объяснить что он не прав тот говорит нет прямо я ехал и все все инспекторы которые смотрели инспекторы как говорит ну я прав ну и протокол написали то что я прав и из-за того что он не согласен группу разбора 23 числа это через 4 через 5 дней группу разбора ну сотрудник свое мнение написал что я прав ну какую он видит по правил дорожное движение он пытался объяснить что во первых обгон справа запрещен а во вторых то что там сужение и он фактически он там не помещается между бордюром и мной поэтому такие дела ну и ну и видно вот видите как царапка пошла он как туда пошел в ту сторону и вот видите он даже болт мне туда завернул это получается как вот он пролетел в ту сторону черканул вот он мне и оторвал здесь рожок должен был быть и болт туда в ту сторону завернул вот понятно дураку что если бы я ехал то у меня был бы смотрел даже в ту сторону ну как бы сотрудник ДПС все прекрасно понимает но тяжело объяснить вот этому чувачку короче время я потерял ребята очень много не разгрузился я ну честно сказать отклеилась моя штучка шот упала дорогая вот такие пироги так ну вот он протокол да тут ничего не понятно потерпевшие ну вот моя роспись ну короче вы поняли то же самое что и я понял